с ноября месяца мы занимаемся вашей школе вот первое наше соревнование было это мы ездили в кострому дамы кострому мы ездили на чемпионата россии до 19 лет командник был и вот как бы это вот отправная точка с которой вот мы начали сотрудничество дружить со школой вот и так мы вот и остались на мы сами получается были с крыма с города евпатории матвей побеждал на чемпионатах крыма вот на юфой отборочные проходил два года подряд ну из-за коронавируса чемпионата россии первенства россии до 9 не было поэтому он сразу как бы надо 11 поехал вот потом вот как бы мы решили после вот костромы вот сдружились и как бы решили уже в вашей семье дружные быть вашей школы и начали потихонечку вот как бы переезд поэтому мы еще в процессе потому что не так легко в москву перебраться тем более с поселка вот поэтому это не очень пока легко но мы уже на пути я думаю что очень скоро мы уже как бы окончательно переедем у нас поселке было несколько кружков для деток пяти шести лет куда вот можно было где можно было заниматься абсолютно бесплатно в то же время дети под присмотром и заняты делом вот поэтому он пробовал себя и в рисовании в шахматах и в английском одновременно вот но зацепила его очень именно шахматная жизнь и вот туда все и началось как бы он там немножечко проучился там буквально пару месяцев наверное и уже начал участвовать турнирах наших как бы таких можно сказать поселковых потом уже до города евпатории добрались он просто больше ударение сделал на шахматы то есть как бы его это зацепило внутри то есть он рисовал тоже там всякие поделки делал ну как бы с удовольствием английский тоже ему нравился с удовольствием но это не цепляло то есть видно что он как бы ходил за компанией пообщаться с детьми как бы что-то поделать интересное новое но именно так чтобы до глубины души вот чтобы вот как-то вот этим жить вот видать как бы на этом остановился то есть что-то одно вот цеплять наверное как у каждого что-то приоритете что-то уже как-то на дополнительном плане наверное вот так самое главное это первенство россии самое главное достижение на сегодняшний день получается матфей участвовал чемпионатах крыма при том blitz rapid классика два года он участвовал 18 19 вот чемпионат города то все это он побеждал евпаторию и сам крым и при том он участвовал уже не в детях а в юноша категории то есть несмотря на то что он далеко не юноша еще тогда было два года назад но он участвовал как юноша побеждал среди юношей потом он участвовал два раза среди взрослых набирал баллы тумы с то есть выполнял норму кандидата в мастера спорта два раза но из-за того что как нам объяснили потому что он еще по возрасту не может получить эти все звания потому что по возрасту по новым законам присваиваться после девяти лет поэтому то что он выполнял всем вот им как бы не засчитывается стал сильнее какой-то вот внутренний стержень конечно как бы больше утверждается в том что появляется такая воля к победе желание победить не уступать хотя характера достаточно мягкий добрый но он видит очень много у соперников может быть и не спортивного поведения очень много существует в природе и на соревнованиях это очень видно невооруженным взглядом я понимаю что всем хочется победить но сейчас наверное это больше уже как на войне то то есть все средства хорошие уже с 7 6 там я не знаю с 8 9 уже лет воспитывают то что ты должен победить любой ценой то есть идя переходя наступая на всех остальных поэтому конечно когда это видишь это немножечко даже то что обижает то что разочаровывает в том что люди настолько становятся жестокими черствами вот как-то даже с таких маленьких лет уже вот так вот такое поведение но в любом случае очень хорошо с другой стороны что матвей это все видит он это все сам закаляется и в общем-то этому пригодится в жизни такая закалка что нужно быть и добрым и мягким но надо знать с кем и когда вот и не отдавать свое не выпускать с рук вот и как бы вот идти к победе несмотря наверное даже на вот такую жестокость или на свою мягкость но в то же время нужно понимать что вот есть победа и есть твой шанс и ты должен идти к ней побеждать вот наверно так потому что спорт как нам сказал один судья на одном соревновании том что здесь война ну как то вот так все хотят победить здесь война поэтому вы должны быть готовы по всему вот поэтому когда наверное ребенок уже умеет за себя постоять и отстоять свое и добиться своего несмотря на вот это все то верно это очень хорошо в наше время иметь уже такие закалки способности уже с такого возраста потому что жизнь им должна быть длинная и там бывает все наверно ну были у нас такие случаи когда только начинал матвея играть притом такие мемориалы суворова там и другие такие чемпионаты крыма когда дети как которые с ним заниматься в одной группе занимались и знают что он добрый мягкий они говорили давай мы с тобой раскатаем ничего может свой друзья или ты вот так вот смотри соглашался он как больше друзья и занимал второе место там то есть как бы вот только по дружбе и конечно вот потом он понимал что таких больше нет никто на это не пойдет больше поэтому это закал конечно вот он начал меняться то есть он стал более жестче более на этом соревновании на первенстве тоже такие случаи были тогда вот тоже как-то хотели дети что там давай как-то это что-то может там друзья ну я понимаю что дети они им тоже хочется победить тем более все кто-то чемпионы кто там ну там просто все после отбора да то есть просто нет детей которые просто хотели бы поучаствовать почти все как бы титулованные и конечно все хотят закрепиться получить еще один титул это затягивает это очень как бы да еще одна медаль еще один кубок это все конечно затягивает детям тем более они очень восприимчивы вот но он уже не уступает то есть вот это вот жесткость характера она конечно вот приобретена после горького опыта ну скажем так мы в первом во втором классе мы учились с отличием то есть выдавались грамоты как отличнику как он стихи там хорошо рассказывал во всех там тоже соревнованиях которые там почти по чтению стихов там с выражением со всеми вот такими нюансами вот тоже занимал места награждения вот но как бы когда мы начали больше ездить конечно нам много пропускали нам предложили просто переходить на семейное обучение вот мы как бы вот были на семейном а потом нас приняла московская школа и вот сейчас мы будем уже сотрудничать с ней вот естественно как бы будем создавать все контрольные потому что понимаем прекрасно что школа это тоже неотъемлемая часть обязательно и в любом случае как бы от нее никуда не деться и нужно этим заниматься вот поэтому сложность в том что нужно все догонять но я думаю что это не есть проблема и мы с ней его справимся ну я даже не могу сказать что помогает мысли все равно о шахматах вот в общем-то он очень быстро справлялся если она была выучить стихотворение буквально это там пять-десять минут он уже его знал наизусть если это математика это тоже как-то занимал совсем мало времени то есть он учился на отлично на дни пятерки по всем предметам но чтобы это его задевало ли у как бы вот прям затягивала как-то вот так вот что очень что-то очень безумно нравилось нет просто он это делал потому что понимал что это нужно делать и и все и мы заканчивали занимали шахматами вот как-то вот он понимал что сначала нужно сделать уроки и заниматься шахматами поэтому вот как-то он их быстренько делал и все как-то на отлично все получалось то есть не создавала проблем но и не мешало и в то же время мы со всем справлялись вот поэтому возможно это сама как-то вот друг друга дополняла в том плане что память допустим там стихи учили память развивали шахматах это помогала дали там читал хорошо он шел в первый класс он уже узнал программу до третьего класса умело читать на уровне третьего класса он узнал математику на уровне третьего класса поэтому когда-то пришел в общем-то ему там жилось очень комфортно потому что он все это знал и чувствовал себя очень-очень и как-то так вот на позитиве и очень легко поэтому в этом плане проблем вообще не было и как-то но все друг друга дополняла просто он это все знал дома занимались ним вдвоем и этого достаточно хватило чтобы вот эту программу знать и на уровне 3 класса читать поэтому возможно как-то это что-то кому-то или школа школа помогала шахматом или школе в общем как-то так было достаточно легко сейчас я понимаю что заканчиваем 3 4 класс начинается уже конечно там нужно все это посерьезнее и поглубже ну я думаю что дай бог все это будет сочетаться успешно так же как и раньше сложно сказать направлять его сейчас сложно он как бы когда его все спрашивают что будет дальше ну я стану чемпионом мира вот это только вопрос времени поэтому конечно я буду во всем ему помогать поддерживать что могу как могу всем чем могу вот будет зависеть наверное от того как суждено как должно было быть и как будет вот наверное так потому что по моим наблюдениям очень много деток которые я верю в то что все дети талантливые все абсолютно но просто у каждого есть свое место в этом мире свои свое какое-то предназначение и просто нужно самое главное его найти до для каждого ребенка для каждого человека и просто некоторые родители они возможно хотели бы видеть своего ребенка например там великим шахматистами или великим певтом или там режиссером или может быть писателем или боксером но если ребенок у него вообще другое другой путь насколько бы ты там не занимался с гроссмейстерами лучшие медали там их очень там 10 человек или еще что-то даже самые 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 лучшие титулованы он просто для него это будет тяжело он просто ломает себя занимается этим потому что все от него этого ждут но это не принесет ничего по сути он что-то сделает выполнить какой-то может быть уровень для кого-то но не для себя и поэтому конечно если должно произойти то что вот матфей задумал то конечно буду ему во всем помогать и как бы чем могу как смогу а как бы как оно должно быть так и будет поэтому мое наверное предназначение помогать и поддерживать наверно так я думаю что да потому что он как бы изучал всех чемпионов мира он знать их биографии он как бы вот глубоко очень разбирал почему вот так этот чемпион себя вел почему вот так себя другой почему такой характер у одного почему другой и вот может быть ему это помогло понимать что все все шахматисты проход через поражение все шахматисты тоже люди и понимание то что все через это проходили через трудности через поражение через какие-то горести через какие-то вот такие там через может быть неспортивных соперников и так далее то есть все через это прошли это все это реально и все это возможно и дай бог все это случится